всем салам алейкум приветствую всех синий пояс особенно человек которому вчера дали синий пояс который там за полгода синий пояс например он уже знает процентов 80 85 джиу-джитсу он дает среднем правильные реакции стас можно назвать топ-5 техник которые не нужно учить белыми синим поясом да я думаю что да если мы говорим про белых поясов то это точно все вот это вот флайн что-то там а вот это типа флайн армбарда рычаг локтя со стойки прыжком они запрещены но это сейчас а как бы учить же не применять они же откуда-то блин их берут вот как бы белым синим поясом я считаю что надо сосредоточиться вот то что пресловута на базе до дальше что что такое база и там мы ушли в гибридо но как бы вот вот эти техники типа флайн армбар флайн триангл во первых они достаточно опасны и до для того кто стоит да и для того кто исполняет то что как можно упасть головой вниз и будет не очень хорошо вот скажем так это тенге получать хай риск хори ворда на мой взгляд не то что нужно для новичка в джиу-джитсу ножницы тогда умножить он тоже запрещен но люди принят куда они же это вот ну как бы берут вот спасибо там всякие вот эти амплитудные броски типа суплекс вот есть как бы от техник который в принципе не просто так запрещен причем много где вот но люди откуда-то их берут вот собственно я бы еще если мы говорим про белых поясов сказал бы не то что прям нахер не нужны но как бы вот болевые на ноги для белых поясов даже ахилл я бы оставил на потом почему потому что вот это выглядит как знать как как типа как вишенка на торте да то есть типа или как короткий путь то есть типа здесь можно идти долго 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 а здесь я хилл сделать расходку выиграл и в итоге чем мы видим мы видим что белый пояс который не умеет проходить гарт не умеет выходить из-под маунта не умеет снизу из гарда делать типа он просто находится сверху такой две попытки чего то непонятного сделал такой смотрит на ноги о вис человек снизу на него встал сразу убрал его ноги силам и в маунт и просто задушил его так вот ладошка ротом закрыл вот и как бы ну возникает вопрос да зачем то есть я как бы считаю что вначале лучше человеку объяснить концепт позиционный потом уже добавлять какие-то техники поэтому все техники которые типа выглядит как я сейчас ее очень быстро сделаю и будет круто я бы поставил вот это когда вот примеру типа как вот да можно учить но мне кажется чуть сложновато я бы лучше учил после потому что из закрытого гарда лучше перейти гарт чем наоборот у нас тут вопрос пришел вопрос пишет нам женя из города москва говорит жениченко вершине из города москва пишет следующее зрел то вода пишет следующее я белый пояс часто выступаю на соревнованиях в категории там свыше 80 килограммов мне не хватает физухи что мне делать ну гонять вес конечно получается до 86 262 на самом деле ну вот эта фраза да когда белый пояс говорит что мы не хватает физухи наверно стоит сделать акцент на том что наверно не хватает все таки техники они физухи вот потому что я думаю что самый слабый физический черный пояс 58 килограмм 62 неважно с большой долей вероятности что в ги что в ноги забор от даже самого сильного белого пояса вот то есть как бы акцент я бы все равно делал на технику но что что касается физухи нужна ли какая-то физуха да понятно что это борьба это единоборство чем вы сильнее чем ваш соперник тем меньше вы устаете это в принципе наверно будет справедливый тезис вот и соответственно ну если не хватает физухи можно ли прокачивать физуху да можно прокачивать нужно ли это делать наверное нужно но при условии что это не в ущерб техники то есть если у вас условно есть там понедельник всегда пятница для тренировок то лучше появится опять стараться джиу-джитсу и там не знаю но может после джиу-джитсу там не знают турники брусья там не знаю какую-то такую минимальную физуху делать может быть там не знаю во двор уходить выходной день там подтягивания делать чем нежели поедельник-среда пятница например понедельник-пятница вы будете делать борьбу а в среду физуху типа я думаю что одного раза сильно физухи не наберешься то пока ты белый пояс вот тот день который ты пропускаешь плане техники в плане опыта борьбы он в итоге в периоде в долгосрочном вы будете чувствовать что как будто вы отстаёте от других я так на это смотрю то есть я если есть возможность тренироваться семь дней в неделю два раза в день да можно делать два раза в еле физуху может быть три стас недавно прошел гранд слайм в турции ты там выступал там он правильно может быть можно как выступление как организация нарезается да я стираю черный пояс да собственно ну как вы видите по моим знаниям по-моему джиу-джитсу понятно да что это не просто не просто миф да все потому что ты выкинул свой первый пояс я выкинул пару поясов и обнулился несколько раз